В районах шёл дождь или снег. Управление предупреждает людей соблюдать осторожность на случай гололёдицы на дорогах. Как сообщили военно-морские силы США, на прошлой неделе американский ракетный эсминец прошёл тайваньским проливом вместе с канадским фрегатом. Китай резко отреагировал на этот проход, состоявшийся в то время, когда Пекин усиливает военное давление на Тайвань. Официальный представитель 7-го флота США сообщил Ничкей, что корабль ВМС США «Джиуи» и корабль ВМС Канады «Виннипек» выполнили этот проход 14-15 октября. По словам представителя, проход через пролив демонстрирует придерженность Соединённых Штатов, а также наших союзников и партнёров, свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Между тем, официальный представитель Восточного командования НОАК КНР в опубликованном воскресенье заявлении осудил этот проход. В явлении говорится, что США и Канады хотели провоцировать и вызывать проблемы. Серьёзным образом ставили на природу мир и стабильность в тайваньском проливе. В текущем месяце военная авиация Китая неоднократно совершала заходы в опознавательные зоны тайваньской ПВО с поселительным намерением оказать стабильность на Тайвань. Делегация правительства Венесуэлы заявила, что она приостановит переговоры с политической опозицией в знак протеста против экстрадиции США одного из своих членов. Переговоры, посредниками которых является правительство Норвегии, начались в Мексике, в России, в целях помочь и регулированию кризиса в Венесуэле.